Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Заместитель Акима Даринского сельского округа Маншук-Баданову рекомендовано отстранить занимаемые должности. К такому выводу пришли участники Дисциплинарного совета Западно-Казахстанской области. Сотрудники аппарата Акима Даринского сельского округа пожаловались на неисполнение Маншук-Бадановой прямых служебных обязанностей, а также превышение должностных полномочий. Заявления с жалобами на заместителя Акима Даринского сельского округа поступили от ее подчиненных. Они обвинили Маншук Баданову в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и использовании положений госслужащей в личных целях. Также председатель дисциплинарного совета зачитал характеристику Акима сельского округа. Не может работать в команде, в коллективе, не пользуясь уважением. Коллектив выражает свое недоверие. Баданов использует свое положение в личных целях, нарушает политические нормы во внеслужебное время. Создала неблагоприятный моральный всевозможный климат в коллективе, нарушает имидж служащего. Кроме того, участники дисциплинарного совета сообщили, что Маншук Баданова долгое время не оплачивала коммунальные услуги и саму съемную квартиру, в которой проживала, а также использовала труд безработных в личных целях. Не раз была свидетельна конфликтной ситуации с ее участием, с участием Бадановой. Узнала как человек, любящий властвовать и подчинять людей всеми способами, даже если она не провалит. Личных стыдчиков не было, но ее поведение не красит старт, а старт, что с ней решили. В свою очередь, Маншук Баданова не согласилась с предъявленными ей замечаниями. В качестве доказательства своей добросовестной службы она предоставила участникам дисциплинарного совета грамоты и похвальные листы за участие в различного рода мероприятиях. На заседании рассматривала жалобы аппаратов сельского округа. Я не согласна с предъявляемыми ко мне замечаниями и считаю, что все это было заранее задумано. Меня просто хотят уволить. Я думаю, что не заслуживаю этого. У меня немало достижений. Так мне удалось занять первое место в Спартакиаде среди госслужащих. В 2014 году я получила квартиру от районного Акима, а буквально два месяца назад меня пригласили в аппарат Акима и ничего не объяснив, сказали об увольнении. Я намерена обжаловать это решение в судебном порядке. Участники дисциплинарного совета поставили на обсуждение вопрос об увольнении за грубые нарушения кодекса чести госслужащего. В итоге, общим решением дисциплинарного совета было рекомендовано отстранить Маншук Баданову от занимаемой должности. Марина Горбук, Дурина Досимбиев, Александр Грабурев, ТДК-42. С 1 октября в области будет проводиться дополнительная иммунизация против кори. Вакцинации подлежат лица в возрасте от 15 до 19 лет, не получившие прививки в ходе иммунизации в феврале текущего года и независимо от получения плановых прививок по возрасту. Необходимость дополнительной иммунизации обусловлена продолжающейся регистрацией заболеваемости кори по всей территории республики. С начала года в области уже зарегистрировано 84 случая заражения кори. Вакцинация будет проводиться в прививочных пунктах всех районов областей города. Специалисты отмечают, что прививку нужно делать обязательно. Кори – это вирусное инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Это вирусная инфекция, высокой температуры сопровожается, сыпают на теле. Она до 4 дня, после 4 дня сыпают, она, конечно, опасна окружающей среде. Поэтому проводят заполнительную иммунизацию кори. В возрасте заболели, особенно непривитые населения. Его осложнение, например, может быть слепота, различные заболеваемости уха, пневмонии. Дальше может привести к заболеванию, да. Если человек не лечится, не обращается. Конечно, если человек заболеет, нужно обращаться, вызывать скорую помощь. С целью реализации комплексного плана по борьбе с туберкулезом в области проводятся мероприятия по профилактике данного заболевания. Заботясь о своем здоровье, в нем активно принимают участие все граждане. Вот уже второй день в городской поликлинике номер один подростки и студенты проходят флюорографическое обследование. В последние годы эпидемическая ситуация по туберкулезу стабилизировалась. За 8 месяцев текущего года заболеваемость населения снизилась на 3,9%, смертность на 23,7%, заболеваемость среди детей на 34%. Но несмотря на эти цифры, обеспокоенность вызывает рост заболевания среди подростков. Мы приехали в рамках рабочей миссии по мониторингу противотуберкулезных мероприятий Западно-Казахстанской области. Начиная с понедельника мы в течение пяти рабочих дней планируем завершить данный мониторинг. Мониторинг противотуберкулезных мероприятий проводится в плановом порядке согласно комплексному плану по борьбе с туберкулезом, утвержденным постановлением правительства Республики Казахстан. По итогам мониторинга мы будем выявлять, какие у нас успехи, какие индикаторы, поставленные на стороновом уровне по борьбе с туберкулезом, мы достигаем, и какие еще остаются проблемы, чтобы их решить. С целью раннего выявления туберкулеза среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет обследовано порядка 19 тысяч человек. Как показывает практика, ежегодно больше случаев туберкулеза регистрируется в сентябре, октябре, ноябре, то есть когда идет формирование новых коллективов. Студенты получают дополнительную эмоциональную нагрузку за счет того, что учебный год, нерационально несбалансированное питание, и за счет этого у нас начинается подъем туберкулеза. Сейчас медицинские работники сверяют списки студентов с учебной частью, составляют графики обследования по факультетам и по группам. И хотелось бы обратиться к администрации, к руководителям учебных заведений, чтобы они взяли под свой контроль и завершили флюорообследование студентов к 1 ноября текущего года. Эффективность проведения работы исчисляется количеством выявленных больных. Ежегодно среди студентов выявляются до 27 больных туберкулезом, а среди подростков до 25 случаев. В Казахстане развитие сейчас туберкулеза развивается, потому что она передается воздушно-капельными путями. Я для себя пришел, потому что мое здоровье зависит только от меня. Преподаватели должны обращать внимание на состояние здоровья своих студентов. В период обучения, если кто-либо будет замечен сильно похудевшим или кашляющим, немедленно направить его на обследование, сообщают специалисты. Ведь это заболевание лучше выявить на ранней стадии, а не допустить заражение окружающих. Айша Киреева, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Осень законно вступила в свои права. Листья желтеют и листопад не за горами. И вновь перед коммунальщиками встает вопрос уборки парков, скверов, тротуаров и городских территорий. Мы привыкли видеть дворников, сгребающих граблями или метлой в кучу опавшей листья. Наши корреспонденты решили выяснить, как идет подготовка к уборке и какая техника будет задействована на сей раз. В наши дни в городе вопрос уборки листьев решается, как и всегда. Из технических средств используются грабли, лопаты, камазы и зилы с валом. Также уборка производится силами людей, подгребающих траву, листья и другой мелкий мусор вручную. В этом цеху изготавливают вал для уборки улиц города. На изготовление одного вала уходит 40 минут. В день их изготавливают порядка трех штук. Этот вал предназначен для того, чтобы убирать улицы. Он цепляется на машину. И все в городе, наверное, видели, как эти машины убирают город и тут улицы. В процессе эксплуатации он стирается. Мы его здесь реставрируем. То есть разматываем остатки этого ворса. Потом наматываем новый ворс. Вот и вся технология. Обычно масштабная уборка происходит во время субботников силами добровольцев. Также собираются листья и прочий мусор. Затем погружаются в машины и вывозятся за город. Соответственно, листопад будем вывозить. Очищает орды. Везде по городу, по территории проводится очистительная работа. Больше должна быть готова к приему снега. Местами люди работают. Потом идет погрузка с погрузчиком. Потом самосвалы и вывоз идет в карьер. Как отметили в дорожно-эксплуатационной службе, к зиме они тоже готовы. Сейчас запасаются песочно-соляной смесью, чтобы в дальнейшем посыпать дорогу с помощью специальной техники. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. С 24 сентября для всех мусульман наступает священный праздник Курбанайт. В городе уже определены 4 места, где можно принести в жертву животные. Это областная, городская и красная мечеть, а также рынок ели-рысы. Часть жертвенного мяса будут собирать в морозильных камерах, затем поделят. 50% отдадут в духовную школу медресе, остальное нуждающимся. К слову сказать, в текущем году жертвенное мясо в мечетях раздавать не будут, его разнесут по домам. Стоит напомнить, что Курбанайт признан государственным праздником. По этому случаю, 24 сентября на площади Маншук-Маметовой состоится праздничное мероприятие. То, что взять в долг или зарезать курицу, это не примет Аллах. Почему? Потому что обязанность принести жертвоприношение – это самодостаточному человеку. Но человек, у кого нет возможности, даже он просто по намерениям, если бы у меня был скот, я бы зарезал ради тебя, о, Аллах. Если он примет такие молитвы, Всевышний примет его намерения. Еще я хочу призвать всех частных предпринимателей, всех христианских хозяйств, то, что мы не должны на этом празднике, продавая свой скот, поднимать цену. Потому что Всевышний принимает наши намерения. И чем больше людей по своей возможности заколют скот, и Всевышний вознаградит. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова